В Тольятти стартовал уникальный проект для школьников «Научная среда». На протяжении всего учебного года еженедельно по средам в библиотеках Комсомольского района будут проходить открытые мастерские науки и изобретательств. Проект поможет детям ближе познакомиться с научной деятельностью и выйти за рамки школьных учебников. Подробности у Елены Тумановой. Это взять стакан воды. Накрыть его обычной бумагой, перевернуть и отпустить. Весело, интересно и, главное, доступно. Теперь школьники Комсомольского района смогут стать ближе к научной среде. Проект именно с таким названием «Научная среда» стартовал в самом начале учебного года. В его реализации участвуют две библиотеки. С октября по май каждую среду здесь будут проходить самые разные по форме и по содержанию научно-творческие интенсивы для детей от 7 до 12 лет. Здесь их ждут знакомства с научными бестеллерами, интеллектуальные игры, новые навыки и компетенции. Проект «Научная среда» позволит выйти за рамки школьных учебников и показать, что наука – это не скучно, и в ней есть большая доля творчества. Детские библиотеки и продвижение научных знаний, они сейчас уже настолько неразрывные, что для тольяттинских библиотек это уже норма. В наших библиотеках очень много клубных образований, которые как раз и продвигают научные знания. Это и мастерские технического творчества, где дети занимаются моделированием, техникой. То есть это вполне нормальная такая вот тоже традиция. И родители, и дети к этому привыкли. И мы уже имеем большие успехи в этом, потому что наши воспитанники становятся победителями многих всероссийских конкурсов. Тольяттинское объединение детских библиотек с проектом «Научная среда» стали победителями в конкурсе социальных инициатив «Химия добра», которые реализуются корпорацией «Тольятти Азот». Это грантовая программа, которую мы запустили в 2019 году и сейчас стараемся продолжать. Направлена она в первую очередь на стимулирование инициативы самих жителей учреждений города для реализации небольших проектов. Потому что, в принципе, гранты от 50 до 400 тысяч – это, понятно, достаточно локальные темы. Но при этом они показывают то, что интересно людям, то, что действительно им нужно. Если они готовы заниматься реализацией, доведением до конца этих проектов, то мы как-то, Летятти Азот, с удовольствием их в этом поддержим. В общем-то, это основная цель этой грантовой программы. Поддержка действительно серьезная. Проект «Научная среда» получил мегагрант. На его средства были закуплены компьютерная техника, мебель и, конечно же, книжный фонд с научно-популярными книгами для детей. Кроме того, предполагается и участие в проекте приглашенных спикеров. Объединительская библиотека очень часто привлекает именно серьезных, именитых ученых Тольятти, Самары и даже Москвы именно для общения с детьми, поскольку это очень важно, очень нужно. И они, самое главное, разговаривают с ними действительно на понятном, нормальном языке, об очень серьезных вещах. Да, сегодня библиотека выходит за рамки привычного формата. Это уже не просто хранилище книг, это самые настоящие познавательные центры. Елена Туманова, Михаил Цуркин, Новости Тольятти. Субтитры создавал DimaTorzok